Объединить Абхазов и Абазин Стратегическое направление ВААК 7 декабря торжественно открылся 8 съезд Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса В центре Сухума установлен памятник общественно-политическому деятелю Абхазии Тарасу Шамбо 200 км в час на спидометре Водитель, герой нашумевшего видеоролика привлечен к ответственности Автомобиль поставлен на служебную стоянку Более 850 тысяч записей Республиканского архива ЗАГС будет оцифровано Это позволит быстро и удобно найти нужную информацию Открылся 8 съезд Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса В качестве почетных гостей в нем приняли участие президент Аслан Джаня, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамбо, депутаты парламента, министры, общественные и политические деятели страны На съезде присутствовали делегации из 11 стран, включая Россию, Турцию, Германию, Голландию Сарей Кварасхеля продолжит тему 2022 год для команды Конгресса юбилейный 30 лет Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс объединяет Абхазов и Абазин по всему миру Сохраняет традиции, язык, культуру, укрепляет гражданское общество Так перед началом работы съезда был показан документальный фильм, снятый к юбилею ВААК Наша команда расскажет о людях, стоявших у истоков создания организации О том, какой путь пройден и какие актуальные задачи еще предстоит решить для успешного будущего Абхазии 7 и 8 октября 1992 года в селе Лохны прошел первый Всемирный конгресс Абхазо-Абазинского народа Из 140 делегатов на нем присутствовали 125, представляющих разные районы Абхазии И диаспоры таких стран, как Турция, Германия, Франция, Голландия А также делегаты из Кабарды, Адагея, Шапсуги и Абазашты Это событие стало исключительно важным для поднятия духа и поддержки абхазского народа В период Отечественной войны народа Абхазии Все это время конгресс не прекращал свою работу А пять лет назад в Сухуми прошел седьмой съезд Абхазо-Абазинского народа Который ознаменовал собой новый этап в истории организации Ее председателем был избран видный общественный политический деятель Меценат Муса Экзеков Большие изменения произошли с избранием Упредителем конгресса Муса Хабалевича Экзекова Который внес свежую струю в этот процесс соединения нашего народа С того момента в городах и селах Абхазии Начала активно формироваться система местных отделений ИВАК Они были необходимы для того, чтобы из первых рук получать информацию о потребностях и нуждах людей На сегодняшний день они открыты в 54 населенных пунктах Отмечая работу конгресса, приветствую делегатов и гостей съезда Глава государства Аслан Джани отметил заслуги тех, кто стоял у истоков создания ВАК Глава государства Аслан Джанина Кузьмин Денис Чачхаля, Джамалиддин Ардзенба Ведис Курцбхи Абха, Элхан Квадзба Сергей Пазов, Муса Экзекова Денис Чачхаля, Джамалиддин Ардзенба С приветственной речью выступил председатель высшего совета ВАК Муса Экзеков По словам Мусы Хабалевича, со времени седьмого съезда Конгресса, прошедшего в октябре 2017 года Мир сильно изменился Но несмотря на все это, команда ВАК продолжает активно воплощать в жизнь проекты, утвержденные в программе Конгресса В современной истории Абхазии, особенно в процессах глобализации и культурной трансформации во всем мире Фундаментальную роль в деле сохранения идентичности нашего этноса играет Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс Мы с вами ответственны за сбережение и передачу бесценных знаний и культурного наследия, которые оставили нам предки будущим поколениям В них содержится многовековая мудрость и сила нашего народа, которые мы собираем воедино в наших программах, чтобы использовать на благо развития страны О проделанной работе Конгрессом за отчетный период рассказал руководитель аппарата ВАК Кантания В общей сложности на данный момент открыто 75 представительств ВАК по всему миру 11 из них – региональные отделения, которые открываются в разных странах и субъектах России За пять лет активной работы в Абхазии реализовано 107 проектов Из них – 44 в Ашимщерском районе, 39 в Гудаутском Вся работа, которую ведут местные отделения, она базируется на модели Алашара, которая вот уже более 10 лет успешно реализуется на территории Карачаева-Черкесии во всех абазинских аулах Это модель по сохранению и развитию этноса и укреплению гражданского общества, которая была сформулирована Мусой Хабалевичем Экзековым На восьмом съезде Всемирного Абхазия-Абазинского конгресса выступали делегаты и гости мероприятия Команда прекрасная и руководитель, и очень много хороших дел, и я думаю, что это такая работа в долгу Она ведется, она не требует ежегодных поздравлений или фанфар, но это в долгу, и это, по идее, должно менять лучшую и молодежь, и общество Это такое подспорье, хорошее подспорье в государстве, в государственной политике Концертная программа съезда включала яркие певческие и танцевальные выступления, а также показ фильма «Три брата» на абазинском языке Памятник общественно-политическому деятелю Абхазии, первому руководителю Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Тарасу Шамба открыли в Сухуме Мемориал установлен в парке имени Тараса Мироновича Шамба В церемонии открытия приняли участие президент Асланбжане, председатель Вакамуса, экзеков, члены правительства, общественность Алика Трапш расскажет подробнее Яркий ученый и юрист, достигший немалых успехов в государственной и общественной деятельности Тарас Миронович Шамба внес неоценимый вклад в объединение народа в абазах по всему миру Для увековещения его памяти в центре Сухума был открыт памятник В церемонии открытия приняли участие президент Асланбжане и председатель Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков Тарас Миронович внес неоценимый вклад в объединение народа абаза по всему миру В 25 лет он возглавлял Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, меняя к лучшему жизнь своих соотечественников Он был человеком широчайшей души, а его мудрость позволяла находить ответы на самые сложные вопросы Тарас Шамба всю жизнь посвятил служению своему народу Был человеком с широкой души, с обостренным чувством справедливости, настоящим патриотом Тарас Миронович был очень теплым и открытым, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся Человек, который всю жизнь неразрывно был связан с Абхазией И учитывая его, когда он был еще совсем молодым возрастом, растущую популярность Тогдашние власти в Грузии попытались от него избавиться всеми силами И возникла такая ситуация, что он был вынужден уехать в Москву И когда он уехал в Москву, с облечением вздохнули те, кто пытались это сделать И он, значит, приехал в Москву, попадает в Академию общественных наук Она там тогда так называлась С большим юмором был Тарас Миронович Ректор университета, когда принял его, посмотрел его документы и задает ему вопрос Тарас Миронович, уже два высших образования вы имеете Государство вложило в вас много денег Когда же вы начнете отдавать, вы уже третий раз будете получать третий высший образование Тарас Миронович ответил, мы Абхазы живем 120 лет, я еще успею, все вернуть, значит, и так далее Ну и вот грузины тогда ошиблись, конечно, по большому счету Потому что то, от чего они пытались избавиться, получилось еще хуже Поскольку Тарас Миронович спустя какое-то время стал секретарем партийного комитета И это дало ему возможность, и его качество общения с людьми, умение общения с людьми Дало ему возможность узнать весь бывший Советский Союз Вот не было такой точки в Советском Союзе, куда Тарас Миронович мог позвонить просто и решить любой вопрос Тарас Шамба внес большой вклад в научное, культурное и политическое развитие Абхазии Он автор более 300 научных работ по проблемам государственности, демократии и законности Шамба принимал активное участие в разработке современной конституции Республики Абхазии Имеет звание заслуженного юриста и почетного адвоката России Молодой Тарас Миронович, он старше меня Люди, которые его окружали, его близкие друзья Мериин, Абхалик Сангулей, Валерий Финба, Олег Бгажба Вот это были какие-то люди новой формации Они были заряжены доброй энергией, жаждой к познанию, любовью к своей родине И вот они, меня лично и моих сверстников, научили читать книги Они привили нам любовь к истории страны Они, собственно, меня, вот я впервые узнал от них Что такое Абхазия, как был этот создан кодекс, для чего и как его нужно соблюдать Автор памятника Тарасу Шамба, скульптор, педагог Сухумского художественного училища Аврора Юрина, рассказала, что браться за эту работу было очень волнительно и ответственно Это был долгий труд, достаточно сложный Потому как это первая такая работа, очень серьезная, ответственная И переживание это стоило огромное Огромную благодарность хочу выразить за доверие и оказанную честь И всем вам, народу, республике, хочу пожелать то самое, чем занимался Тарас Миронович Суверенности, такой самостоятельности, благополучия и процветания Секретарь Совета Безопасности Абхазии, родной брат Тараса Шамба, Сергей Шамба Поблагодарил всех причастных к увековещению памяти его брата Он отметил, что для Тараса Шамба служение народу Абхазии было делом всей жизни Все его действия были посвящены тому, чтобы народ наш утвердился, самоутвердился Тому, чтобы доказать всему миру, что мы достойны своих предков И не просто так добиваемся независимости Это не просто самоцель наша, это выстраданная история всей нашей, наша судьба Потому что всегда, когда мы были несвободны, все проблемы нашего народа проистекали именно в это время Он сделал все, что мог И сегодня по достоинству оценили его вклад в патриотическое становление нашего государства Я со своей стороны хочу поблагодарить руководство страны, президента Абхазии Аслана Гюргича Жани Я хочу поблагодарить председателя комиссии по увековечению памяти Тараса Шамба Это Гунба Бадра Зурабович Мусуха Балевича Икзекова хочу поблагодарить Большой вклад в создание этого памятника Своими советами дали мне Геннадий Алами, Виталий Дженни Я хочу особо отметить талант, который вложил в эту работу Аврора Юлина Брат наш осетинский, Нодар Кабулов, который летящий, который отливал эту форму Его хочу поблагодарить Я благодарю всех присутствующих за то, что память о нем так бережно хранится в нашей стране, среди нашего народа В архиве Абхазского телевидения есть немало передач и интервью на разные темы с участием Тараса Мироновича Шамба В одном из них он говорит, что свою жизнь он старался прожить так, чтобы никому не было стыдно за него Знаете, я честно вам скажу, у меня всю жизнь только было, ну так скажем, желание, чтобы не сделать такого, чтобы за меня было стыдно моим близким И я старался и жить, и работать, и общаться так, чтобы за меня никому не было стыдно Самое главное, что я хотел, чтобы я никому ничего не был должен Память о великом сыне абхазского народа навсегда останется в истории нашей страны Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение Президент Аслан Бжаня подписал указ об освобождении Джимала Губаз от должности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту возложено на заместителя председателя комитета Мадину Вова Глава МИД Абхазии Ирина Ларзенба провел онлайн-совещание с членами аттестационной комиссии МИД Абхазии в Москве, а также с сотрудниками посольства Республики Абхазия в России. Как сообщает медиа-центр МИД Абхазии, по поручению президента Аслана Бжане будет проводиться поэтапное реформирование работы посольства. Министр подчеркнул, что посольство должно стать эффективным институтом продвижения национальных интересов республики. «Посольство должно оперативно и качественно реагировать на обращения наших сограждан в сфере образования, медицины, культуры и по самому широкому кругу вопросов», — сказал глава МИД. Президент Абхазии должен получать ежеквартальные отчеты о деятельности посольства в целом, а также каждого сотрудника в отдельности. Было также отмечено, что Аслан Бжане часто будет посещать посольство Абхазии в России. Аттестационная комиссия МИД уже приступила к работе. Она должна дать оценку эффективности работы сотрудников посольства. План по таможенным отчислениям за 11 месяцев 2022 года был выполнен на 107%. Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии с января по декабрь сего года составил 2,6 млрд. рублей. Об этом сообщается на сайте таможенного комитета. План таможенных поступлений — 2,4 млрд. рублей. Видеоролик с веселыми парнями в машине, испытавшими судьбу на прочность, смотрела вся страна с замиранием сердца. Молодые люди рисковали своей жизнью ради забавы. В связи с этим пресс-служба МВД распространила следующее сообщение. Юный и неопытный водитель, разгоняясь на общественной дороге до 200 км в час, не осознавал реальной опасности, как и его товарищи. Почему у юношей в бесконтрольном распоряжении такие скоростные автомобили? Это другой вопрос. И, наверное, степень гражданской ответственности родителей, говорится в сообщении. Подробности в следующем репортаже. Видеоролик с веселыми парнями в машине, испытывавшими судьбу на прочность, в какую-то секунду превратился в грань между жизнью и смертью. На такой предельной скорости от выброса с трассы, возможно, предотвратила загруженность автомобиля. Но юный и неопытный водитель, разгоняясь на общественной дороге до 200 км в час, не осознавал реальной опасности, как и его товарищи. В социальных сетях интернет появилась видеозапись о том, что некий молодой человек, управляя транспортным средством и двигаясь по республиканской трассе Псо-Ингур в районе села Отца, Гудаутского района, грубо нарушил требования правил дорожного движения, а именно, превысил скоростной режим, тем самым создавая аварийную ситуацию другим участникам дорожного движения, а также угрозой жизни и здоровью пассажирам, находящимся в его автомашине. Сотрудникам ВВД по Гудаутскому району была установлена личность водителя и марка автомашины. Им оказался гражданин Республики Абхазия Дидзарий Мирон Олегович, 2002 года рождения, проживающий по адресу село Лыхный Гудаутского района. Автомобиль нарушителя поставлен на служебную стоянку отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Первичное административное взыскание за нарушение правил дорожного движения – это профилактическая мера привлечения к ответственности. Водители, неоднократно попадающие в поле зрения госавтоинспекции, подвергающие риску себя и жизни других участников дорожного движения, лишаются права управления автотранспортными средствами. Почему у юношей в бесконтрольном распоряжении такие скоростные автомобили – это другой вопрос. И, наверное, степень гражданской ответственности родителей, которые отказались комментировать ситуацию. В данном случае молодым людям удалось избежать летального исхода от лихащества на дороге. Водитель привлечен к ответственности за правонарушение в области безопасности дорожного движения. И с ним проведена воспитательная работа. Расскажите, что побудило вас совершить вышуказанное правонарушение? Торопился. Куда? Ну, надо было там отдать, что ли. Извлекли ли вы какой-либо урок после проведения с вами профилактической беседы? И что вы можете посоветовать своим сверстникам и другим участникам дорожного движения? Да, урок после происшествия я сделал сразу. Могу пожелать хорошей дороги, чтобы никуда не торопились. Это может привести к пагубным последствиям. А пагубные последствия – это не просто штраф или лишение прав. Это смерть или покалеченные жизни. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили из Краснодара в республику тело погибшего в боях за освобождение Донбасса добровольца 24-летнего Беслана Георгиевича де Пагуа, сообщает пресс-служба МЧС. Похороны состоятся 10 декабря в городе Гал. Сотрудники МЧС Абхазии продолжают проводить в учебных заведениях Абхазии профилактические мероприятия по соблюдению правил противопожарной безопасности. Как сообщает пресс-служба МЧС, инспекторы Государственного пожарного надзора по Гудаутскому району провели теоретические занятия с преподавателями и учащимися средней школы села Лыхна. С бумажного на цифровой носитель в Министерстве юстиции проходит оцифровка Республиканского архива ЗАГС. Всего предстоит оцифровать более 850 тысяч записей о том, как проходит работа в репортаже С. МГУЛАНЗА. Более 850 тысяч актовых записей предстоит оцифровать Министерству юстиции. Архивные данные переносятся вручную с бумажного на цифровой носитель. К работе привлечены не только сотрудники Министерства, но и студенты АГУ, волонтеры, представители молодежных организаций. Оцифровке подлежат документы с 1936 года. До этого использовались только церковные книги. Сложность главная заключается в том, что очень многие, так как мы работаем с документами с 1936 года, документы достаточно старые, да, они записаны все от руки и сложно в почерках в основном разбираться. Какие-то там чернила стерты, какие-то вещи, может быть, написаны на других языках или каких-то нет вообще вещей, которые нам нужны для того, чтобы была полноценная информация по документам. Здесь в архиве хранятся актовые записи по всей республике. Это вторые экземпляры, переданные из каждого органа ЗАГС. Некоторым из них более 85 лет. Записи, которые хранятся тут с 1936 года, это самые древние записи, они все пишутся от руки в самих органах ЗАГС, когда граждане обращаются в сами ЗАГСы, пишутся, заводится актовая запись на каждого человека. Там хранятся записи о рождении, заключении брака, расторжении, смерти, перемене и так далее. Очень много всего. Следом они передаются в статистику. После того, как актовые записи прошли статистическую разработку, они передаются к нам в республиканский архив ЗАГС. Здесь записи хранятся более 100 лет. После 100 лет некоторые уничтожаются, некоторые передаются в госархив, где продолжают свое хранение. Проект по оцифровке имеет большое значение для многих направлений деятельности государства и, конечно, позволит упростить доступность данных для граждан. Главная, наверное, наша цель – это облегчить нашим гражданам получение документов, работу со своими документами, так как расстояния все-таки немаленькие. Документы в основном все приезжают получать в наш республиканский архив, а мы планируем, чтобы это все было дистанционно, быстро, удобно и качественно. Это была инициатива нашего министра Анна Львовича. На данный момент проходит оцифровка документов нового Афона. Это более 5000 актовых записей. Большая часть работы уже проделана. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Дата из истории Абхазии. 120 лет назад, 7 декабря 1902 года, начало действовать первое гидротехническое сооружение в Абхазии. Новоафонская или Псырцхинская ГЭС представляет собой уникальный образец электростанции начала 20 века. Она является старейшей плотиной в Абхазии. Автором проекта и строителем плотины был инженер Веняжский. ГЭС хорошо сохранилась до наших дней. В 2012 году оно было практически построено заново с сохранением исходного водосброса. Сейчас гидроэлектростанция вырабатывает около 100 кВт-часов энергии. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг 8 декабря на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 9,14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом подошел к концу информационный выпуск Амшимшера. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok